В том месте, где расположены письмена, действительно рядом есть трещины. Мы их сняли, и это не одно и то же. Это говорит о том, что это все-таки искусное сделанное, нанесенное письмо. Надо быть, естественно, специалистами, чтобы оценивать именно назначение. То есть, то ли это дурунические черты резы, то ли это действительно, возможно, некая математика, которая заложена в виде календаря или иного смысла. Но, безусловно, проделывать такую работу вертикально на потолке, чтобы кому-то показать и посмеяться, маловероятно. То есть, чем показывает исследование, чем наши предки изучаются в более прошлом поколении, тем мудрее и практичнее они были. То есть, лишних движений они не делали, ненужных. Поэтому, действительно, если это письмо нанесено в таком виде, чтобы его нельзя было перебить резко, там, стереть или еще что-то, то есть, именно на отвесном, вертикальном, значит, потолке, то это необходимо было, чтобы это сохранилось в том числе на нашей интересной информации. Безусловно, ту съемку, которую произвела группа исследователей, да, то есть, она уникальна и эти кадры, действительно, для исследователей могут принести интересную пользу. Вот, поэтому мы привлекаем, как в протоисторию, да, исследователей для изучения вот этих материалов, значит, и передачи общественности своих профессиональных комментариев. Я думаю, что, может быть, наложение эпох, что в одно время что-то одно было, потому что, получается, пещера достаточно доступная, вот, и если сюда приходили, то, скорее, на какие-то короткие ночевки, потому что всегда было риск, что что-то придет, да, и непонятно, что может и зверь зайти, вот, может, как сказал экскурсовод, что здесь миграции шли. Соответственно, здесь никто не мог долго находиться. Вот, поэтому копоть, она могла образоваться в одну эпоху, а эти черточки появятся совсем в другую. Поэтому абсолютно необязательно, там может быть разница тысячелетия, что те, кто здесь ночевал, и вот это все закопкило, что это делали. Ну, экскурсия очень давно была, потому что вот показывали, вот, снимут вот этих, Петроглиф, назовем так, специалистов, он у меня ассов, когда он, как раз, занимался переводом Виллисовой книги, является специалистом вот по таким. Вот, как раз на Виллисову книгу, значит, дощечки похожи. Да, он прям нашел хороший аналог, что тратская надпись «Князь Ассоль-то девятый век», один в один. Я тебе, как он, фильм присылал, то, если смотрел, там, это есть свои книги. Не знаю, может быть, как-то просмотрел. Опять же, да, вот, мы говорили о том, что есть легенды, что Чуть, да, сейчас призрак, кто-то пел и так далее. А почему не могли это сделать духи? Не сейчас, а тысячелетные. Да, да, вот, вот. Слушай, вот ты туда попробовал пройти, что-то там увидел, там дальше фото бывает. Да, там открывается еще одна галерея, достаточно большая, меня просто уже звали, Так, я вот туда пролез, еще посмотрел. Очень много маленьких таких вот, ну, не знаю, как пещерок, ямочек, в которых были костры там. Пещера Колокольня – это уникальный природный объект. Очевидно, что это место силы. И действительно, очень интересное было сделано наблюдение, находка, руническая надпись. Надпись, она, ну, рунические надписи в пещерах хорошо известны. Например, шутерадская надпись в Болгарии, где считается ее автографом князя Аскольда. Или надписи в пещерах под Мелитополем, тоже широко известные, выходили в целом на графе по попыткам дешифровок подобных надписей. И вот мы теперь можем наблюдать такую же интереснейшую, руническую, очевидную надпись в пещере Колокольная. Чем она интересна? Чем она отличается? Ну, во-первых, большую часть этой надписи представляют собой, ну, просто прямые линии, может быть, иногда перечеркнутые, что под вопросом. И более всего напоминает, вот этот, по крайней мере, верхний ряд, просто счет. А нижняя часть, где есть отдельные руны, подпись. Ну, я бы стал интерпретировать подобную надпись, как в этой пещере проводил свою аскетку, некий аскет или там схимник, может быть, монах. Он провел, судя по вот этим отметинам, которые он наверняка ставил каждый день, ну, может быть, полтора месяца, около 40 дней, обычный срок для вот вхождения в какое-то вот определенное состояние, да, аскезы, вот, и духовное очищение. И после того, как он прошел весь этот цикл очищения и восхождения в духе, он оставил также и подпись под этими, под этими линиями, которые можно считать счетом, да, древним счетом. Ну, я думаю, что можно истолковать нижнюю надпись, как его подпись, или там, может быть, здесь провел столько-то дней такой-то человек, аскет. Ну, вот такая возможная интерпретация этой надписи, хотя, конечно, нужно разбираться, и сложно понять сам тип, там, где есть рунические надписи, это буквально несколько знаков, сами руны. Вот, я думаю, что это просто подпись, подобно тому, как сделал подпись, скажем, князь Аскольд, вот, шутерадской надписи, широко известной. Смотрите, вот эти вот полосы, да, то, что нарезают, там может быть, а вот, смотрите, четыре полосы, зачеркивается одной, четыре, зачеркивается одной, четыре, они повторяются. Так, друзья, какие мнения еще есть? Давайте пообщаемся. Ваше мнение. Что это такое? Не, не, ваше, ваше мнение. Да я не специалист, я тут не могу сказать. А здесь, Никола, мне кажется, какие-то вещи сделаны искусственно. Потому что природа обычно, она делает все индивидуально. В природе обычно никогда ничего не повторяется. И когда мы видим какое-то повторение, возникает ощущение, что это тут работала не только одна природа. Нет, не только. Скорее всего, здесь пещера, тут и мы, может быть, укрывались в какие-то времена тяжелые. Это посвящение еще. Вот там шло посвящение. Покажите еще раз, вот это место, где вы показывали именно вот эти повторения. Вот здесь, вот они. Три полосы, три черки. Три полосы, три черки. Три полосы и перечеркивание. И главное, оно идет сочиненность. Это не просто так, да. Оно не может. Главное, берется, смотри, одна, две, три, четыре. Да, посчитать. Одна, две, три, четыре. Перечеркнули, до пятой не доходит. Потом здесь вот еще. Ну вот если вы смотрите, они четкие. Они же тут высоко. Правее, правее. Вот, кстати, в рамане правее, правее. А просто, как пещера двигается, конечно, к ним вообще смещение. Когда-то оно было более четче. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok